решила замариновать куриные ножки в кефире девочки да да делаю впервые увидела на ютюбе рецептик забыла канальчик вспомню скажу обязательно и в первую очередь посмотрим что у меня получится а вдруг это какая-то фигня короче кефир залила кефиром добавила смотрите чеснок соль порошковый порошковый лучок дальше специи для курицы паприку и зелень петрушечки лучше добавлять конечно свежий чесночок но у меня не оказалось ребята все оставляю на ночь накрывала пленочкой завтра буду жарить парить варить и посмотрим что из этого получится все спят девочки посмотрите который час 2 32 ночи я приготовила борщик на несколько дней в общем посмотрим ты рассказала что хочет борщ я посмотрю как он будет его есть что-то у него так резко меняется желание что прямо иногда бесит девочки вот так они уже десятый сон питет и белый ручек шпит шпит маленький у нас даже детский такой дождь сильный идет девочки выставила как всегда на цветочки натуральная водичка поливает питает мои домашние растения люблю дождь сидя дома за окном слышать звуки дождя ну все ребятки отключаюсь уже голосе отключаюсь еду укладываться всем пока до следующих видео так готовлю завтрак овсяная каша с изюмом с бананчиком в общем вот так буду подавать привет мои дорогие у нас началось утро но была веселая ночь девочки я вам в первых кадрах показала что я сварила борщ ночью когда все легли спать и в общем-то ночка была очень веселая повторяюсь делу стало не очень хорошо в желудке он стал вырывать представляете в общем слава богу что это все произошло не на постель как говорится я успела отреагировать и он как бы сдержал свои вот эти вот потухи вот но всю ночь я не спала и он естественно тоже не спал в общем сейчас мы в разбитом таком состоянии и что девочки хочу сказать значит плохо до желудком что-то не сработало из еды я понимаю это как вы мне советовали и подчеркивали что не нужно давать там жирная свинину и так далее вот девочки что я хочу сказать что эти американцы настолько упертые настолько как это сказать не доверяет нам понимается я ему объясняла что нужно больше есть в твоем состоянии чтобы восстановить организм в твоем состоянии нужно больше есть рыбы салатов легких супчиков до каких-то кашек с утра не понимает понимаете вот из детства приучили есть эту гадость всякую с кучей соуса с кучей соусов приправ специй это просто я в шоке было когда где только приехал кухня совершенно не разнообразно стараемся как-то разнообразить его питание чем-то порадовать его да не понимаете на отказ вот что-то делаешь и изредка что-то нравится вот тут же больше я сварила вчера до вечера ты сейчас готовлю ли ручку курицу сварила больше буду кушать буду кушать но видите что случилось больше же отменяется сейчас я поставила ему легкий куриный суп я ему сказала что я тебе ставлю куриный бульон и добавлю морковки и лук и все понимается и все и вот такой булочек должен пить значит встали на ноги где-то восемь закомандовал завтрак я говорю ты что голодный я не голодный но я должен позавтракать я гордо понимаю что это вот эта кита твоя вот эти беконы яичницы каждое утро это не есть хорошо и в данный момент это совершенно плохо ты должен сейчас выпить чай давайте сделаю чай травяной ты выпьешь промоешь этот кишечник желудок тут же часть ромашки антисептик нет понимаете нет хочу вот именно вот эту гадость есть я понимаю она не гадость когда человек здоров но когда у тебя проблемы должен как-то прислушиваться а я узнавала же у диетолога что ему можно что нельзя из продуктов на что где уделять внимание понимаете что исключить она мне знаете что сказала ему все можно это я приходила в норсингом я видела что да действительно я была удивлена что и мясо идет с подливами и картофель с крахмалом понимаете мне сказала нет все ему нужно а я на ютюб залезла посмотрела некоторые мир моменты некоторые вещи что можно что нельзя я в курсе до девочки то что вы мне писали побольше зелени рыба отварное парное все это понятно но он же отказывается есть это понимается не засунешь и вот так насчет чая вот утром говорю давай промоешь кишечник успокоишь стенки чтобы не было больше этого пазы в этом раздражение у тебя получилось это интенсикация нет нет девочки мы не хотим прислушиваться сейчас варю ему бульон все вот точно крыс и медным тазом лена будет кушать этот дождь сама целую неделю так лерой чеку подготовила куриное мясо и вот я ему делала вчера рис уже с массу видите половина съел половина не морковочка сейчас я опять ему смешаю я посмотрю как она будет есть тоже такой переборчивый точно как делал в общем американцы настолько упертые и не хотят отходить из своих традиций понимаете традиции вот каких родители приучили пить с малолетства с грудного возраста эту колу эту картошку жареную так они очень редко когда какой-либо американец действительно для него приемлемо европейская кухня прислушивается к своим женам иностранкам а этот нет очень тяжело девочки очень тяжело с ним убедить он сейчас проявляет свой характер формации чем больше он восстанавливается тем больше начинается проявление его характера это хочу это не хочу и вот так что вот так мои хорошие начинается нервотрепка в общем я посмотрю сколько дней он будет в таком состоянии что это вызвало в общем тоже мне непонятно вроде бы еда свежая свежеприготовленная и я бы родила давай перейдешь на такую еду для детей давай кашки вот с утра я делала кашу ставлю вам в кадр овсянную с клюквой из бананчика ну что положила немного половина тарелочки что вы думаете положим и на этом вот так что очень легко девочки быть замужем за американца те кто вот думает мечтает реализовать себя в этом качестве быть женой для иностранца это очень тяжело очень тяжело у нас свои взгляды на то же питание на тот же образ жизни у них свои взгляды и очень тяжело подстроиться в этих моментах каждый тянет свое за свое поливаете борется за свое ладно буду продолжать что-то делать по дому бульон поставила но опять у меня стирка уборка швейка в общем все как обычно ребята так что девочки не спешите выходить замуж за иностранцев а конкретно я говорю за американцев если у вас нервная система в порядке тогда можно если вы способны идти на некие компромиссы тогда можно если вы способны принять чужую менталитет чужие взгляды на тоже питание понимаете на тот же образ жизни у них же как понимаете вот то что я вам пыталась объяснить некоторые женщины не понимают здесь в семье никто никому ничем не обязан каждый человек это персона это ты ты можешь сам организовывать свое свободное время независимо от желания твоего партнера если у тебя есть желание поехать я говорю о мужчине на охоту если ты не принимаешь в этом участие он едет на охоту понимаете каждый строит свой выходной как он хочет по желанию если желание хобби привязанности как говорится объединяется туда вы едете на охоту на рыбалку проводите время на пляже вот я например люблю ездить на нашу реку да я практиковала когда был купер маленький песик я с ним ездила на пляж загорала вместе мы купались проводили время там дел не любит солнце дел не любит вот эти пляжные все развлечения понимаете нахождение на солнце я люблю значит я собиралась и ехала он любит охоту я не люблю убивать животных не люблю наблюдать как убиваются устраняются животные значит я не езжу на эти мероприятия то есть каждый вот повторяю здесь каждый имеет право на свободное времяпровождение и тот момент когда я ему говорила что делал давай сначала нужно сделать все домашние дела я не виду на выходные а потом уже развлечения так что как он не отвечал у меня выходной не надо меня напрягать у меня свои планы понимаете вот это то что меня бесило то есть он тогда ничего не выполнял практически понимаете он только занимался летом на 4 косил траву зимой убирал снег гараже вы видели какой бардак вернее вы еще не видели еще выложу видео как я привела порядок гараж понимает самостоятельно перетаскивала все эти тяжелые его приспособления ту же машинку для пропилки дерева она настолько тяжелая все это сама перетаскивать и лестницы это трактор эти насадки на трактора мать а он все вот в таком безобразном состоянии где положил там и пускай лежит он найти и гараж превратился в какой-то сарай котором ничего невозможно было найти то есть вот так девочки поэтому с другой стороны не очень сложно быть женой американцев потому что они не привередливые они непривзятые они не будете указывать что вон там у тебя не убрано это женская типа обязанность давал пера или же там у меня закончились сорочки чистые нужно постирать если закончились если он видит что ты там занимаешься житьем вышиванием крестиком или разгадываешь кроссфорды он тебя не поднимет с кресла не скажет вот сорочки то закончились дорога чем ты занимаешься здесь нет здесь вот так то есть можно расслабиться моя ошибка в том что я действительно много на себя взяла показала то что мне не тяжело мне приятно делать себе приятное понимаете что было все в порядке чтобы был ты чист и ухожен но человек свесил ноги и стал пользоваться этим и когда я ему указывала что ты нужно в первую очередь сделать это а потом уже развлечение с друзьями то видите какой был ответ так что вот так девочки женой американца не сложно быть если вы как говорится хочется так сказать плохое слово по 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 уисткам понимаете то это не сложно вот вас напрягать в этом плане не будут очень редко попадается мужчина у которого все горит в руках понимаете вот у меня есть такая семья она женщина с украины он отсюда у него все горит в руках она нет она наоборот не понимаете ни за что не берется она жена американца все понимаете ей ничего не нужно она вышла замуж и приобрела саниторные так скажем правила жизни релакс полнейший релакс салоны парикмахерские поездки поездки подругам то есть вот есть так вот это такие семьи они ездят вот смотрите взять тут же телевизор сколько раз повторяю дел меня напрягает ты не в кинотеатре пожалуйста сделай звук поменьше это для меня для тебя это очень плохо для ушей для перепонок нужно делать звук приемлемый приятный чтобы перепонки не напрягались стать с возрастом у тебя будет ухудшаться слух скажите что это не так это так а он делает настолько громко этот звук что с улицы слышно понимаете этот телевизор еще тот момент что я устаю с работы у меня очень много людей проходит каждый день с каждым нужно общаться каждому нужно уделять внимание еще и говорить на другом языке мать и мозг разрывается хочется прийти домой отдохнуть а тут телевизор понимаете на полную громкость на полную катушку это я добавляю сельдерей и морковочку его бульон без картофеля без ничего лук сельдерей морковь и мяско раздроблю и все дальше я вам показала коктейль значит купила специально этот протеин это мне посоветовала врач говорит так как мышечная масса у него ушла нужно естественно немножко как говорится взрастить мышечную массу этот напиток после тренировок физических конечно у него тренировки так скажем щадящие не так как для здорового человека значит сделала развела купила готовые напитки фруктовые нет не хочу не нравится кстати не нравится я мне пришлось выпить самой такое удовольствие получила классные такие напитки на на вкус просто прелесть купила вот этот порошок тоже развела водичкой как там по инструкции дала нет не нравится не хочу объясняю что врач рекомендовал пить протеин поддерживать мышечную массу ты сохнешь ведь вот не понимает человек что мне пришлось сделать я ему не говоря вот начала делать вот эти молочные шейки он пьет их с удовольствием и я добавляю в тихую вот вот этот протеин а что делать девочки вот так обманным путем делала икрой синих вот столько осталось конечно это и да не для них я большой разницы не вижу между мексиканской социей и нашей икрой кис но они не 5 переложила в маленькую посудину потому что холодильник забить девочки я извиняюсь что не показываю себя потому что ночь не спавши я конечно еще хуже выгляжу вот девочки подмечают конечно что длина до уставший вид конечно уставший вид девочки как белка в колесе все быстро все быстро в таком темпе просто ужас все на моей шее у меня сейчас заботы занимаются в два раза увеличились все на моей шее я не преувеличилась ребята показываю вам замариновала на ночь поставила ножки куриные в кефире и в специях но опять же придется мне самой это есть девочки вот так потому что он немножко приболел нужно щадящую пищу часам часа ему отварю еще два яйца в крутую пускай съест вот и будет бульон и с утра он ел кашу вот ребятки еще одна моя обязанность следить чтобы не разрядилась батарея дело машине вот я должна не забывать каждые две недели заводить машины чтобы она проработала минут 20 ребята но я смотрю что здесь бензинчик это уже на нулия понимаете все нет завелась еще завелась ласточка надо теперь ехать за бензином кого-то просить потому что я не могу управлять такой большой машиной то есть вот мне нужно еще прибегнуть помощи кого-либо так что девочки мои хорошие которые хотят выйти желают выйти замуж за иностранца здесь очень много подводных камней нужно быть готовым я понимаю что этот расчет идет можно сказать в полной мере по расчету как и у нас есть расчет такие у них есть расчет девочки да это так это к сожалению только симпатия любовь может развиться к человеку когда она мы уже в возрасте когда мы проживаем с ним какое-то количество времени до мы развиваем любовь и уважение а первая любовь есть она первое это первые эмоции непонятное состояние в котором ты находишься и независимо от ничего какое какой человек внешне я понимаю что первые влюбленности у нас происходят школьные годы или в институтские годы и мы не смотрим какие родители у этого человека насколько они финансово обеспечены мы влюбляемся здесь в этих отношениях когда уже мы возрасте мы конечно рассчитываем рассчитываем на то чтобы наша жизнь не было хуже чем она у нас есть то есть мы хотим облагородить свою жизнь мы хотим быть партнером мы хотим чтобы нас уважали чтобы мы уважали этого человека уважение идет по его поступкам поэтому я считаю что я достойная жена я делала и делаю все для каждого моего партнера и у нас были моменты с делом когда мы хотели расходить девочки я не приемлю когда человек не уважает мой труд когда он не уважает мои какие-то ползновения сделать лучше понимаете вот когда нет этого уважения тогда я считаю что нужно разрывать отношения все дальше отношения не могут развиваться в моем таком случае мы с ним говорили на эту тему он как говорится отряхивался просыпался и он понимал что я именно серьезно говорю что если не будет уважения не будет помощи то мы расходимся а здесь девочки развод это такое хитрое дело и долговременное тело здесь разводится годами это не так просто как наших странах написал заявление на развод подождал месяц-два и все здесь это очень долгий процесс и не только долгий но и затратный процесс поэтому если вы если вы мы уже в вузах до брачных узах то нужно тоже 300 раз подумать и о замужестве и о разводе тоже девочки так что так что вот так мои хорошие вот сижу с вами и прогреваю машину чтобы она не забывала что она машина что она должна быть в движении да она уже шесть или семь месяцев стоит на одном месте и тоже я не могу его убедить его давай продадим эту машину ты еще и ну еще год точно девочки он не сможет водить этот автомобиль нет ни в какую ни в какую всю и я не знаю почему сейчас такой бомбой америке почему-то поднялись цены на старые машины то есть бывшие в употреблении подняли сцены и у нас очень много приходит писем от дилершипов вот этих флайеров что мы приобретаем старые машины по хорошей цене ля-ля-ля-ля-ля-ля вот я не понимаю кто понимает в этом моменте может быть мужчина меня смотрят вот я хочу чтобы кто-то мне объяснил я искала на ютюбе информацию но все равно что-то мне непонятно почему именно сейчас такой бум на приобретение именно вот юзерных машин и по хорошей цене мы вздохи вздохи ахи так что вот так дорогие мои нужно думать 350 раз девочки чтобы сделать этот шаг правильно все рассчитать мой расчет в принципе был правильным но я же вам говорю мне не нужно было столько брать на себя обязанности вот и все потому что дел мой расслабился а собрать его очень сложно потому что человек уже как говорится в возрасте поменять конечно очень сложно я поменяла некоторые моменты это можно сказать касается его внешнего вида немножечко поменяла питание но не все удается ведь он упирается и не хочет понимать где здоровая еда пища где нездоровая в общем я не знаю что с ним делать и видите в данный момент он болеет и также он сопротивляется он прислушивается только к докторам мать от доктора не всегда компетентны все я выхожу потому что здесь душновато девочки буду с вами прощаться хороших вам дней впереди спасибо что заходите ко мне к нам поддерживается меня наш канал дейла всем огромное спасибо мы всем благодарны всем здоровья всем всех благ пока до следующих видео